Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Пришло время подвести итоги самого важного события последних недель, хотя здесь уже сделаю маленькую ремарочку. Ожидали мы того, что событие станет самым крутым за последние месяцы, а может быть даже за последние годы, пока эти ожидания не реализованы, поскольку повышение ставки так и не состоялось, и возможность подобного действия, подобной меры ужесточения монетарной политики поехал уже на следующие даты, либо на октябрь, либо до конца 2015 года. Собственно, о текущей монетарной политике и по факту о том, что можно отметить уже после прошедшего заседания ФРС, мы поговорим тогда, когда вернемся к перспективам доллара. Предлагаю не нарушать наш привычный сценарий. Давайте начнем все-таки с тех активов, которыми мы обычно начинаем каждый брифинг. Это динамика черного золота и российской валюты. Также хочу отметить, что сегодняшний брифинг не исключение. По ходу анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Amarkets. Сегодня величина бонуса 6%. И напомню, что пятничный бонус, он отличается от прочих тем, что у вас есть возможность воспользоваться им буквально до понедельника, то есть есть полноценный торговый день и все выходные, чтобы принять решение и повысить покупательскую способность ваших депозитов. Ну а теперь, собственно, давайте переходить к бренду. Актуальные котировки. Наблюдаем сейчас 49.11. Как мы и предполагали, консолидация идет рядом с уровнем 50. Нужен, конечно же, серьезнейший фундаментальный драйвер. Если бренд хочет забраться выше, его пока на рынке нет. Я думаю, что вероятность, что он появится и сможет толкнуть котировки бренда и WTI еще выше тех значений, на которых они находятся сейчас, низка. Куда больше ожиданий, предполагающих основу акцентирования внимания на прежних инвестиционных идеях, указывающих на возможность еще большей ценовой разгрузки и коррекции позиции черного золота. Вчера мы видели, как бренд сохранил легкий восстановительный импульс, но все равно не смог преодолеть уровень мощного психологического сопротивления в районе 50 долларов за баррель. Что касается факторов локального интереса, повышенного интереса и спроса на позиции нефтяного актива. Сейчас стоит отметить уже по факту после прошедшей конференции, вчерашней после публикации ставки, потенциал для коррекции американской валюты. И, разумеется, ослабление доллара приводит к тому, что снижается стоимость энергетически на все сырьевые активы. Если снижается стоимость, повышается, соответственно, и спрос на них. Другая противоположная логика, мы до этого также ее отмечали, потенциальное усиление обменного курса американской валюты может создать, скажем, условия для повышения цен на энергоресурсы. И, соответственно, из-за высоких цен снизится и спрос. От этой логики сейчас отказываться не стоит, потому что мы видим более-менее интересных сигналов касательно нефтяного рынка сейчас не так уж и много, поэтому стоит отталкиваться, конечно же, от тех активов, которые, в принципе, могут сказаться в динамике энергетических ресурсов. И в данном случае нас интересуют, конечно же, позиции бренда. Поэтому, если доллар будет слабеть, потенциально, опять же, это еще не совершившийся факт, поскольку если мы проанализируем динамику пары доллар-японской иены, то сможем заметить, что ключевой тандем валютных активов, который обычно и отыгрывает макроэкономические фоны из США, он, по сути, сильно и не пострадал по факту публикации вчерашней ставки. То есть коррекция на 50 пунктов – это не так уж и много, учитывая волатильность последних дней, и не так уж и много, учитывая важность макроэкономического события. То есть USD иена сохраняет по-прежнему уровень 120, и мы, собственно, продолжаем готовиться к тому, что вероятность ралли высока, точнее, готовимся к тому, что это ралли будет реализовано, и оно будет направлено на усиление доллара как раз против японского конкурента. Поэтому, если те, кто торгует нефтью, сейчас закладывают в основу своих локальных, кратко-среднесрочных идей, не знаю, каких, собственно, ориентиров придерживаются трейдеры, отталкиваются от потенциальной слабости доллара, это неправильно, потому что, как таковой, слабости ее нет. Я думаю, что, опять же, повторная оценка общего фундаментального фона только убедит вас в том, что у доллара по-прежнему имеются все достаточные основания для усиления позиций. Также, чтобы далеко не отходить от новостного фона формата ожиданий, стоит отметить вчерашние комментарии представителей ОПЕК, отметившие, что ожидается снижение объема производства нефти в странах, которые находятся вне, собственно, Ближневосточного картеля, до 58,2, со 59. Это, собственно, уже в следующем году. Что касается ожиданий по фактической стоимости позиции Брента, то ОПЕК полагает, что к 2018 году, точнее, даже к 2019 году, черное золото сможет снова набрать прежний темп экономического восстановления и уйти выше 80 долларов за баррель. Но для обсуждения, конечно же, интересно, поскольку мы, разумеется, в последнее время слышим только одно – это исключительно мрачные, пессимистичные ориентиры по черному золоту. Поэтому подобный оптимизм, может быть, для полярности он полезен для рынка, чтобы все прекрасно понимали, что мнение также дифференцировано, оно разнится и не сводится к одной фундаментальной оценке. Но я, в свою очередь, снова обращаю ваше внимание на то, что для долгосрочного трейдинга лучше, конечно же, руководствоваться не ожиданиями, а фактами, реальной статистикой и такой же фундаментальной действительностью. Поэтому оснований для повышения, точнее, даже для разгона стоимости бренда снова к прежним высоким значениям, как 80 долларов за баррель, их сейчас попросту нет. Если ОПЕК в ходе декабрьского заседания пересмотрит квоту, снизит ее, либо понизит фактически объемы, тогда да, а будет соответствующая предпосылка. И второй, наверное, позитивный фонд, который может вернуть быков в расположении активов, относящихся к энергоресурсам, это восстановление мировой экономики через, разумеется, соответствующие темпы экономического прироста и роста ВВП в рамках отдельно взятых ключевых регионов мира. Это, прежде всего, Еврозона и Китай. Но сейчас мы прекрасно видим реальную статистику. ВВП Еврозоны хоть и подрос за последние месяцы, но все равно далек от тех значений, которые должны соответствовать развитой экономике. Что касается Китая, то здесь и вовсе, скажем, один сплошной негатив. Этот год, скорее всего, экономика Поднебесная закроет на уровне 7%. Инвестиционные банки сходятся во мнении о том, что 2016 год будет еще более удручающим и негативным для Китая, поскольку ВВП может снизиться уже до 6,5%. Это минимальный уровень, как вы, надеюсь, помните, за последние, наверное, лет 26-27. Я думаю, может быть, даже лет 30. Поэтому негатив остается. И если в основу этого негатива мы уже закладываем серьезные фундаментальные основания, они подтверждены статистикой, значит, у нас нет пока возможностей и нет предпосылок и серьезных аргументов, чтобы говорить касательно того, что дно по позициям черного золота достигнуто. Нет, это еще не так. Напротив, я абсолютно уверен в том, что в самое ближайшее время, стоит только трейдерам вернуться к прежним коллекционным идеям, мы увидим уровни еще ниже тех отметок, на которых Brent торгуется сейчас. Поэтому долгосрочно мы не отказываемся от идеи коррекции по нефтяным ресурсам, по нефтяным активам и ждем, собственно, по самому значимому для российской экономики нефтяного актива, это, собственно, стоимость нефти марки Brent о снижении в районе 45 долларов за баррель. Российская валюта полностью копирует поведение нефти, об этом мы говорим, собственно, всегда, поскольку более решительного, серьезного фактора на рынке по-прежнему нет. Налоговый период приближается, да, но я считаю, что на него сразу можно, скажем, закрыть глаза, поскольку нет оснований полагать, что этот значимый, вроде бы как, для российского рынка период сможет оказать поддержку рублю, потому что есть и нивелирующий фактор на также российском рынке, связанный с исполнением долговых обязательств российского корпоративного сектора. Плюс ко всему, идут активные обсуждения, действительно, если неделю назад это было на формате слухов, то сейчас эти слухи подтверждаются уже рядом заявлений со стороны российских монетарных чиновников касательно того, что в случае повышения волатильности на финансовых рынках центральный банк сможет вернуться, собственно, на внутренний рынок и задействовать прежние механизмы интервентного вмешательства, то есть речь идет о покупке валюты. Но еще в ходе прошлого брифинга мы отметили, что возвращение центрального банка в игру с точки зрения участника и покупки валюты будет, наверное, больше сигнализировать о серьезных ожиданиях еще большей девальвации рубля, что в целом можно будет трактовать как очевидный негатив также долгосрочного характера плана, способного еще больше ослабить позиции российской национальной валюты. Более, наверное, серьезных сейчас факторов, кроме как налоговый период, фактически и поведение нефти, даже каких-либо других факторов, кроме этих, на российском валютном рынке попросту нет. И если на налоговый период мы не делаем ставку, потому что обожгли себя прошлые периоды, надеялись, что сможет этот интервал почти из 10 дней поддержать позиции российской валюты, но этого не произошло, поэтому мы сейчас не будем повторять, собственно, прежние ошибки, и лучше сразу проигнорируем этот фон и продолжим следить за тем, как ситуация развивается на рынке энергоресурсов. Текущие актуальные котировки по паре USDRAP 65-64. Думаю, что уровень 65 – это своего рода также мощный рубеж в данном случае, если для бренда 50 – это сопротивление, для рубля – это, соответственно, поддержка. От этих значений, скорее всего, и пойдет дальнейшая игра. Идем дальше. Евро-доллар, вчерашний хай 1.1440. Сейчас мы видим то, что пара скорректировалась, 1.1407. Уже состоялся факт чрезмерного бычьего ралли. Разумеется, ключевым триггером, катализатором для движения выступила уже публикация ставки и итоги двухдневного заседания. И с самого начала было понятно то, что трейдеры, все участники рынка сконцентрированы именно на этом событии. Напомню, что вероятность повышения процентной ставки в начале этой недели была обозначена в районе 30%. После того, как вышли данные по инфляции, отметившие снижение в месячном эквиваленте до минус 0,1%. Напомню, что это первое снижение с начала этого года. Вероятность повышения процентной ставки понизилась до 20%. Но все равно мы разделяли всех участников рынка на два разнополярных лагеря. Это те, кто ожидал повышения ставки и ужесточения монетарной политики по итогам вчерашнего заседания. И тех трейдеров, которые делали ставку на то, что это произойдет ближе к концу 2015 года. То есть в целом здесь нужно понять, что повышение процентной ставки ни у кого не вызывает сомнений. Рано или поздно, даже в перспективах оставшихся трех месяцев, полноценных месяцев до конца этого года, это решение уже может быть анонсировано. И мы, разумеется, продолжим следить дальше за новостным фоном, актуализируя идеи и следя за теми основаниями и предпосылками, которые будут закладываться в основу текущего трейдинга на рынке. И, может быть, станут дополнительным аргументом в пользу решения об ужесточении монетарной политики и нормализации денежно-кредитного курса. Сакральное время. 21.00 по московскому времени вчера. Мы видели то, что к этому моменту рынки заняли в ожидательную позицию. Действительно, все прекрасно понимали, что если бы ФРС пошел на повышение процентной ставки, то это стало бы настоящей бомбой для всех финансовых площадок и спровоцировало бы стремительную волатильность. И вероятность ошибки была велика. Поэтому трейдеры предпочли уже дождаться фактического решения и потом присоединяться к игре либо на повышение, либо на понижение американской валюты, но и соответствующего трейдинга на фондовых рынках. Ставку не повысили, хотя я очень внимательно следил за всеми формулировками, которые уже поступили по факту подведения итогов двухдневного заседания. Потом следил за конференцией председателя ФРС Жанны Тьеллиной. Хочу сказать, что жесткая позиция, она по-прежнему имеет место быть. Вопрос повышения ставки, он остался на повестке дня. И все большее количество голосующих членов выступают за то, что повышение ставки произойдет до конца этого года. Если добавить еще больше конкретики, то некоторые из, точнее даже пять из голосующих членов выступают за то, что до конца 2015 года мы увидим даже двукратное повышение ставки. И ФРС будет стремиться к тому, чтобы разогнать этот показатель, может быть, в перспективе полутора-двух лет до трех с половиной процентов. Собственно, тогда, когда состоялась пресс-конференция, Джанет Йеллин, она еще раз отметила риски, которые имеют место быть для американской экономики в связи с замедлением темпов роста мировой экономики в целом. Риски, которые характерны со стороны Китая. И они могут действительно дисконтироваться и сказаться негативным образом на динамике экономического расширения ведущей экономики мира. Джанет Йеллин говорила про инфляцию, отметив то, что по-прежнему существуют предпосылки для разгона этого показателя. И, скорее всего, текущие значения, они стабилизируются рядом с тем уровнем, который учитывает актуальную ценовую конъюнтуру на рынке энергоресурсов. Но в целом, среди формулировок и высказываний Джанет Йеллин было ясно, что действительно ФРС не будет долго тянуть с этим решением. И, наверное, 99% того, что в этом году мы все-таки услышим об этом сакральном событии. И, разумеется, события, которые, может быть, спровоцируют уже новый виток истории не только в расположении фондового рынка и производных финансовых инструментов, но и, разумеется, создаст условия для новой эпохи американской валюты. Если ставку повысит, сомнений в этом, разумеется, нет. Доллар получит достаточный триггер для фундаментального роста и продолжит теснить позиции всех своих основных конкурентов. От идеи в плане трейдинга долларом японской иены мы не отказываемся. Длинная идея по-прежнему сохраняет свои актуальности. Незначительное вчерашнее ослабление американской валюты только подчеркивает тот факт, что доллар не собирается сдавать лидерство ни одному своему конкуренту и, соответственно, по-прежнему будет стараться реализовать тот потенциал, который имеет место быть. Евро-доллар. Здесь, если уже по ставке уходим на октябрь, как минимум, то есть на следующее заседание, предлагаю пока фокусироваться уже на национальной европейской статистике и на ожиданиях дополнительных мер экономического стимулирования. Последние данные по инфляции доказали нам тот факт, что риски низкой инфляции и дефляции присутствуют. Смотрим за следующей статистикой. Соответственно, если и в следующий раз мы увидим снижение либо годового, либо месячного показателя, но тут у нас уже будут все козыри на руках, чтобы ожидать соответствующих доп. стимулов со стороны Европейского Центрального Банка. Фундаментально евро по-прежнему нацелен на стратегическое долгосрочное ослабление и текущее бычье ралли, выпад, который мы видели по итогам последних двух торговых сессий, это исключительно эйфория в отношении рисковых инструментов. Она очень быстро, скорее всего, сойдет на нет и, соответственно, вернется к более оправданным ценовым значениям, которые будут подкрепляться уже более аргументированным инвестиционным идеям. По евро-доллару ждем уровень 1.10. Также хотел отметить еще пару фунт-доллар. Вчера, разумеется, так же, как и все рисковые инструменты, фунт следил за публикацией ставки, но еще в рамках торговой сессии были опубликованы данные по роничным продажам. Отчет снова плохой. 3,7% прироста в годовой эквиваленте – это хуже прошлой оценки и, соответственно, ожидания. Роничные продажи – это еще один негатив фундаментального характера, который мы получили за последние две недели. Поэтому роничные продажи плохие, ВВП слабеет, промышленный сектор и сектор услуг оставляют желать лучшего. Торговый баланс через падение экспорта также далеки от идеала. И самое важное, от чего будет отталкиваться Банк Англии, принимая решение о повышении процентных ставок – это данные по инфляции. И здесь мы зафиксировали снижение 0,1% в годовом эквиваленте. Разумеется, на этом фоне надеяться на повышение ставки абсолютно не нужно. И по фунту можно констатировать в связи с этим ложные бычьи ралли, которые, скорее всего, уже сейчас мы видим, как на азиатской торговой сессии фунт корректируется. Актуальные котировки 1,55-74. Во-первых, это эффект пятницы, закрытие тех ордеров, которые принесли достаточный профит в рамках торговой пятидневки. Это технические факторы распродажи после стремительного ралли. Но я надеюсь, что переосмыслив общий фундаментальный фон, участники рынка, переосмыслив за выходные, в понедельник смогут вернуться уже с более оправданными инвестиционными идеями и начнут, конечно же, продавать позиции британца. Напомню, что мы по-прежнему надеемся еще поймать неплохой шорт после того, как пара просядет в район 1,52, где уже должны стоять отложенники. Что касается еще раз бонуса на сегодня, это 6%. Что касается кодового слова, то это эйфория, как раз под стать той динамике, которую мы сейчас наблюдаем на рынке финансовых активов. Разумеется, если есть вопросы, ждем их на нашем официальном канале на YouTube, канала Amarket, оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.